Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 25 июля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла Коринфянам. Глава 3, стихи с 18 до конца главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Не обманывайте самих себя. Если кто из вас думает, что он по представлениям этого мира, он мудр, то ему надо стать глупым, чтобы быть мудрым на самом деле. Ведь мудрость этого мира – глупость в глазах Божьих. Написано, он ловит мудрых на их же хитрость. И еще. Господь знает, что помыслы мудрого всего лишь суета, поэтому не хвалитесь людьми. Вам принадлежит все, будь то Павел или Аполлос или Кифа, или этот мир, жизнь или смерть, настоящее или будущее. Все принадлежит вам. Вы же сами принадлежите Христу, а Христос – Богу. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня перед нами вновь отрывок из первого послания апостола Павла Коринфина, в котором нам раскрывается все та же тема, о которой мы говорили с вами в предыдущий раз. О неправильном отношении Коринфин к проповедникам. Коринфин вообще – это был довольно-таки культурный город с населением почти миллион человек. Это город торговый на пересечении различных культур и различных религий. И в этом городе, естественно, преобладала греческая культура, и коринфины были воспитаны в этой культуре. И они воспринимали проповедников – апостола Павла, Аполлоса, Кифу – в контексте именно душевном. Мы с вами говорили о том, что душевный человек – это человек, который мыслит и раскладывает этот мир в своем сознании на некоторые культурные знаки, категории и на некоторые культурные символы, и живет в рамках этой понятийной системы. И, соответственно, они смотрят на Павла, на Аполлоса, на Кифу, на проповедников сквозь призму вот такого видения, душевного видения. Апостол же Павел в предыдущем отрывке, который мы с вами рассматривали, говорит о том, что как раз-таки душевный человек и не может понять духовного. Поэтому у коринфин была проблема, что они неправильно смотрели на проповедь. И апостол Павел пытается показать им, что они должны быть не приверженцы какой-то системы. Они смотрели на проповедниках, как на людей, которые предлагают им определенную идею под разными, как им казалось, углами. И кому-то нравилась эта точка зрения, а кому-то нет. Но они, рассматривая систему аргументации, их риторику, их различные примеры, и как они это все воспроизводят, они пропускали самое главное, суть того, о чем они все говорят, а они говорят об одном и том же, о Христе Господе нашим, о воскрешенном Иисусе Христе. То есть они несут Евангелие, благую весть, которая остается незамеченными в результате вот такого душевного подхода. И этот душевный подход, он актуален и для сегодняшнего дня. Мы можем действительно восхищаться поэзией, греческой поэзией, которая проскальзывает со страниц Священного Писания, мы видим, что есть послания апостола Павла, которые написаны высоким поэтическим слогом, и в то же время там есть очень простые слова и очень корявые с точки зрения грамматики построенные предложения. И мы можем всем этим восторгаться, но не замечать самого главного, то есть Христа, который сходит в наши сердца со страниц Священного Писания. И этот вопрос актуален и на сегодняшний день. И вот он говорит, он пытается перенаправить мышление коринфской общины в русло именно духовной жизни, не душевной, а духовной. Конечно, сложно. Он говорит о том, что он говорил с коринфянами на очень простом языке, на языке нашей греховной природы, как младенцев питают сначала молоком и не дают им тяжелую пищу. Так же и он к ним. Но постепенно нужно возрастать уже до этого духовного уровня понимания текста. И не понимание текста, а понимание слов, ведь текста тогда не было. Перед нами как раз-таки мы изучаем те тексты, которые родились в результате взаимодействия различных общин в процессе проповеди Евангелия Христова. И вот апостол Павел перенаправляет мышление, перенаправляет сердца коринфян в направление именно духовного отношения к проповеди, духовного отношения к проповедникам и к тому, что они говорят. И он говорит о том, что вот вы говорите, что я Аполлоссов, то есть я приверженец системы вот этих культурных знаков Аполлосса, «Я Павлов», «Я Кифин», но он говорит о том, что это неправильный подход. «Не хвалитесь людьми», 21 стих, «вам принадлежит все». То есть это не я Аполлоссов, а Аполлос наш, Павел наш. Будь то Павел, или Аполлос, или Кифа, или этот мир, жизнь, или смерть, настоящее или будущее, все принадлежит вам. Из состояния слуги, то есть человека, подчиненного какой-то системе, апостол Павел говорит о том, что наоборот, это весь мир подчинен вам. Вы же, в свою очередь, являетесь и принадлежите, являетесь теми, кто безраздельно принадлежит Христу. То есть в таинстве крещения, как и все мы по сей день, мы облекаемся во Христа и становимся полностью принадлежащими Христу. И Христос, в свою очередь, принадлежит Богу. Поэтому мы, Божии, и все мы являем собой тело Христова. И каждый в этом теле Христовом, то есть в церкви, несет свое служение. Апостол Павел несет служение благовестника, то есть проповедника, апостола. И все те, кто перечислен в данном контексте, в данном отрывке, они тоже несут это служение. Но все они принадлежат Богу. И поэтому не нужно хвалиться людьми. Как мы уже говорили, не нужно хвалиться, если мы возьмем цепочку, которая ведет нас от одного моста, точнее, от одного края обрыва к другому краю. Если мы пойдем по этой цепочке, если она будет цельная, неразрывная, то мы дойдем до конца. Но если мы будем вырывать звенья из этой цепи, то наш хрупкий мост, хрупкий мост нашего спасения может быть разрушен, и мы упадем в пропасть. Поэтому не нужно выделять людей. Не хвалитесь людьми, не хвалитесь отдельными звеньями этой цепочки. Но помните, что вся эта дорога, весь этот путь принадлежит Богу. А Христос, Его Сын, Сын Божий, пришел в этот мир и спас нас, и все мы облекаемся в крещении в Него, и поэтому принадлежим Христу и принадлежим Богу. Поэтому, когда мы дробим эту цепь, то мы проваливаемся в пропасть непонимания священного текста, непонимания того призыва, того Слова Божьего, которое обращено к нам, и не только через Священное Писание, но и вообще в целом в нашей жизни Бог к каждому из нас обращается, и очень важно увидеть это обращение. Для этого нужно иметь широкий кругозор. А если мы сужаем его своей душевностью, а не духовностью, то тогда мы выпадаем из замысла Божьего о нашем спасении. И мы можем просто-напросто не услышать призыв Господа следовать за Ним. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова